Монстры не могут быть реальными в буквальном смысле, но в переносном смысле и могут. Все больше и больше в играх монстры используются как метафорическое проявление реальной травмы, такие как жестокое обращение с детьми, горе, гнев, боль, зависть и другие чудовищные страдания. Недавним кто представил отвратительные деформированные существа в качестве визуального представления о внутреннем беспорядке является игра Sea of Solitude от студии Jomay Games. Хоть проект не настолько успешен в обеспечении достаточно существенного игрового процесса, чтобы поддержать его, и некоторые повествовательные элементы отклоняются от ослепительно очевидного и неутешительно расплывчатого. Но в качестве общего опыта стоит пройти через более слабые элементы. Это искусно вызывающее воспоминания истории о потере и освобождении. Sea of Solitude повествует историю маленькой, хрупкой, одинокой девушки, которая не способна победить гигантских существ, которые преследуют ее. Героиня не просто противостоит монстрам, она сама является монстром. Конечно, Кей самый миниатюрный добродушный монстр, которого я могу вспомнить. И на нее, кажется, наложили какое-то проклятие, которое заставляет ее выглядеть, как черный смолистый фаван, без рогов, но с ярко-оранжевым рюкзаком и светящимися красными глазами. Выяснить, что мучает эту молодую наивную девушку и как она может вернуться к своему истинному «я», игроки и главная героиня должны узнать вместе. С большим угрожающим монстром, скрывающимся в воде, героиня просыпается на борту маленькой лодки посреди бурного океана в ночи, потерянная и растерянная из-за непонимания, где она находится. Это нигде не прописано, но ясно, что Кей попала в тюрьму без цепей своего собственного разума. Не зная, как действовать дальше, она делает то, что может сделать каждый, плывущий по течению в океане отчаяния, направится к ближайшему маяку света в темноте. Приплыв к единственному лучу света в кромешной тьме, она встречает маленькую девочку, которая разгоняет темноту и предлагает вместе поиграть. И дальше нет смысла искать обоснования происходящим событиям. История Sea of Saluted построена на метафорах. Бескрайнее море в игре, внутренний мир героини. Иногда спокойный и яркий, иногда бушующий от эмоций. Затопленный город, память о событиях прошлого, которые сформировали личность Кей. Иногда вода уходит с тех или иных улиц, позволяя заново пережить судьбоносные дни. Застряв в самом центре бури, Кей нужно переосмыслить жизнь и найти ответ, почему она превратилась в черного монстра. А вот дорога ей предстоит не из легких, так как город сложный, запутанный лабиринт. А пути преграждают чудовища. Мир в Sea of Saluted устроен так, что вместе с героиней он периодически переживает взлеты и падения. Условия ухудшаются по мере приближения героини к эпицентру той или иной проблемы. Каждая из них представлена в виде огромного метафорического монстра, отстраненной вороны, непонятного существа с щупальцами, токсичного хамелеона, разгневанного волка и злой девочки с панцирем. Все эти образы кого-нибудь олицетворяют. Младшего брата Кей, ее родителей, парня и собственно саму героини. И каждого такого монстра она пытается не столько побороть, сколько выслушать и наладить с ним отношения. Кей будет расти и меняться, и мир вокруг нее тоже. Уровень моря поднимется, пройдут ливни, а руины разрушатся. И вроде концепция кажется интересной, но проработана не просто слабо, но откровенно плохо. Разработчики не смогли определиться с центральной механикой, поэтому буквально запихнули в игру все, что только пришло им в голову. Тоже можно сказать про сюжет. Общая идея есть, но в деталях разобраться она поверхностно. Обидно, ведь авторы умеют красиво показывать историю, давать прочувствовать события, и в игре есть несколько цепляющих сцен. Жаль, что большая часть сюжета рассказывается самыми тривиальными способами. Но вот художников и дизайнеров Sea of Solitude, наоборот, нужно похвалить. В условиях ограниченного бюджета они смогли отлично передать настроение и эмоции героини при помощи изменения окружения и погодных эффектов, шторма, тумана и метели. Подводя итог, хочется сказать, что игра для психически нестабильных девчонок и лиц с кризисом среднего возраста, ищущих утешения в сентиментальной жалостливости. Хоть и у студии Джо Мэй Геймс получилось создать неплохую драматическую историю, показать красивый и удивительный мир, в котором из-за одиночества и депрессии героиня едва не превратилась в чудовище, но, увы, мы говорим об игре, а она огорчает однотипными задачами, повторяющимися моментами. Так еще и механика не развивается на протяжении всего приключения, из-за этого растянувшаяся игра на 4-6 часов может утомить вас.